Hi, меня зовут Лена. Поговорим в этом видео о словах, которые обозначают количество. Это слова few, a few, little, a little. Эти слова по-другому называют квантификаторы, по-английски quantifiers. Они, как правило, используются перед существительными или используются самостоятельно. Некоторые из этих слов, some, any, none, few, a few, little, a little, much, many и так далее. Эти слова говорят о количестве, сообщают нам о количестве, не называя его точно. Итак, сначала поговорим с вами о меде и о пчелах, о словах a few и a little. Итак, a few мы используем так же, как и слово some. В значении несколько, некоторое количество. A few используется только с исчисляемыми существительными во множественном числе. Переводим его как несколько, некоторое количество чего-либо. То есть, если смотреть на нашу картинку, о чем мы скорее скажем a few? О пчелах или о меде? Конечно, о пчелах, потому что мы можем их посчитать. A few bees, несколько пчел. Смотрите, с помощью слова a few мы не называем точно сколько пчел. Мы сообщаем, что их несколько. Теперь поговорим с вами о слове a little. Слово a little тоже является синонимом слова some, но в отличие от a few мы употребляем его с неисчисляемыми существительными. В данном случае с медом. A little honey. Немного меда. Некоторое количество меда. Теперь поговорим с вами о тех случаях, когда нам чего-то не хватает. Немножко с вами пожалуемся. Для этого нам потребуется few и little. Представьте, что вы что-то готовите и вам требуется определенное количество продуктов, но вам не хватает. Например, у вас есть два яйца и некоторое количество муки. А нужно, например, пять яиц и большее количество муки. В данном случае вы можете прибегнуть к словам few и a little. Few имеет отрицательное значение. То, которое я сейчас постаралась описать. Когда нам мало, когда нам чего-то не хватает. Few, так же как и a few, мы используем с исчисляемыми существительными во множественном числе. Но значение уже будет другое. Мало. Few eggs. Мало яиц. В данном случае мы показываем на то, что этого недостаточно. Приносим с помощью слова few отрицательный негативный оттенок в наше предложение. По аналогии с few, little тоже несет то же самое отрицательное значение. Значение недостатка, нехватки чего-либо. Но используется так же, как и a little с неисчисляемыми существительными. Мука. В данном случае мы поговорим о муке. Little flower. Мало муки. Недостаточно муки. Подведем некий итог. С исчисляемыми существительными мы используем слова a few или few. Если мы имеем в виду некоторое количество, несколько, мы говорим a few. A few bees. Если мы имеем в виду мало, например, мало яиц для приготовления чего-то, мы говорим few eggs. С неисчисляемыми существительными мы используем a little, когда просто хотим сообщить, что есть некоторое количество чего-либо. A little honey. Некоторое количество мёда. Или мы используем a little, если имеем в виду, что нам чего-то не хватает, что чего-то, какого-то вещества мало. Little flower. Мало муки. Итак, теперь поговорим о случаях употребления этих слов a little, little, few и a few в других ситуациях. Итак, a few и a little могут употребляться самостоятельно, как мы и говорили в самом начале, без существительного. A few и a little тоже могут делать это, но это скорее достаточно формальный стиль. Посмотрите примеры. Don't take all pencils. We just need a few. Не бери все карандаши, нам нужно несколько. Как видите, a few, несколько, достаточно самостоятельно, без существительного обошлось в данном предложении. Или a little. He told us a little about his life. Он сказал нам немного о своей жизни. Итак, также a little of и a few of требует нашего внимания, потому что есть случаи, когда данные фразы a little, little, few и a few используются перед of. И в данном случае мы должны запомнить, что это происходит тогда, когда перед существительными стоит какой-то определитель. Это может быть артикль, указательное местоимение. Как, например, a little of the milk. Так как перед milk стоит определенный артикль the, мы говорим не просто a little, а a little of. И второй пример. A few of her books. У нас не просто слово books, у нас есть her, притяжательное прилагательное, определитель слова books. Поэтому мы используем не просто a few, а a few of. Теперь немножко поподробнее о a little. A little может выступать и в качестве наречия, значений немного. I know her a little. Здесь a little уже относится к глаголу, как любое наречие. Я знаю ее немного. Также a little может определять наречие или прилагательное в значительной степени. Может говорить нам о степени сравнения. She feels a little better today. Она чувствует себя не просто лучше, а немного лучше. С помощью слова a little мы обозначили эту степень разницы между, как она чувствует сегодня себя и, допустим, вчера. He is running a little faster than yesterday. Он бежит чуть-чуть быстрее, чем вчера. Вот это чуть-чуть показывает нам степень того, насколько быстрее происходит действие. Итак, давайте проверять. I have a few friends in this city. We often get together. У меня есть несколько друзей в этом городе. Мы часто собираемся вместе. Friends исчисляемое, существительное, поэтому мы выбираем a few. Плюс здесь нет речи о том, что нам чего-то не хватает. Мы просто сообщаем о том, что есть несколько друзей. Hurry up, we've got so little time. Слово little здесь говорит нам о том, что времени мало, его не хватает. Поторопись, у нас мало времени. У нас осталось некоторое количество молока. Давай сделаем молочный коктейль. Как вы понимаете, здесь мы не жалуемся. Нам хватит молока, чтобы сделать молочный коктейль. Поэтому здесь нет отрицательного, негативного оттенка, значения, недостатка чего-то. Поэтому мы просто используем a little. У меня мало друзей в этом городе. Я чувствую себя одиноким. В отличие от первого предложения, где мы просто констатировали факт, что у меня есть несколько друзей, и мы собираемся часто вместе. Здесь мы жалуемся, мы говорим о недостатке, что друзей мало. У нас есть некоторое количество времени. Во втором предложении мы спешили, у нас было мало времени, поэтому мы использовали little. В данном случае время есть, его хватает. Мы выбираем a little, поэтому. There are few people in the park. It's nearly empty. В парке мало людей. Он практически пустой. Вот эта фраза «он практически пустой» наталкивает нас на мысль, что людей очень мало, что как бы недостаток, нехватка людей. Поэтому мы выбираем few, чтобы принести вот этот отрицательный, негативный оттенок. The kitten is so thin. It eats a little. Котенок такой худенький, он мало ест. В данном случае a little – это наречие, которое относится к глаголу eats. Это всё. Увидимся в следующем видео. Bye-bye!